Далеко-далеко на севере, длинными-длинными полярными ночами на свет рождаются настоящие произведения искусства. Их с удовольствием принял бы любой музей мира, но повезло нам. Красноярский музей Ряузова встречает уникальную выставку косторезного искусства. Нам повезло, у нас в студии сегодня автор всей этой красоты, мастер декоративно-пригладного искусства Василий Богатай. И искусствовед, главный хранитель музея имени Ряузова Юлия Питунина. Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Спасибо за такие чарующие звуки. Василий, расскажите нам, пожалуйста, вот это все неужели от меня личный вопрос сделано из костей мамонта? Не только из костей, то есть не кость, а бивень мамонта. Бивень, да, простите, бивень, правильно. Вот здесь также из рога лось, также олень, вот используется рог оленя дикого. Это привычный материал? Да, да, привычный. Вот, и если посмотреть таймырскую и якутскую резную кость, так как у нас здесь гости из Якутии, вот наши соседи, то бивень мамонта, в принципе, использовался как вначале утилитарно от характера. Это были нащечники, пуговицы, да, все вот эти привычные. Потом он уже в начале 90-х уже начал использоваться как художественная резная кость. А сколько времени, интересно, нужно, чтобы вот такую маленькую, но очень тонкую, тонкой работы статуэтку изготовить? Это работа нашего мастера ведущего, он уже международного уровня, это Киргизов Николай у нас. Вот, на эту работу, это зависит от самого мастера, художника. Если работа идет, то он может, в принципе, его сделать через 2-3 минуты. Это разбирается? Осторожно, милая моя, там даже вот зубы можно разглядеть, каждый по отдельности. Даже выражение лица. А вот это же чья работа? Это тоже нашего мастера Киргиза Николая, здесь представлены 5 этносов коренных народов Красноярского края, который проживает у нас на территории. Вот можно с ними и познакомиться, кто не знает пока. Да. Вот вы говорите о бивне мамонта, а где же его достать-то? Неужели где-то под землей залегает? Ну, его достают рыбаки, охотники во время кочевок длинных, да, этого особенности бывает очень много. А как понять, что это именно мамонта-бивень, что никакого-нибудь другого? Ну, когда берег падает, например, да, он же сыпется берега и сорчат вот эти вот бивни. Там просто идешь по бивне, да, упал и повис на бивне. Все такое тоже бывает. Вообще, вот, допустим, мне очень заинтересовало, я, в принципе, могу научиться этому искусству? Или для этого мне придется переехать на крайний север, учиться у старых мастеров? Сначала найти бивень мамонта. И вообще я уже, как бы, возраст не подходит к тому, чтобы научиться. Нет, научиться каждый может, конечно, но для этого времени надо. И сколько времени нужно, чтобы научиться вот так красиво делать фигуры? Чтобы так красиво делать, ну, 10 лет, это точно. 10 лет? У меня есть 10 лет, даже больше. Ну, если у тебя есть талант, то это не проблема. У меня талант есть. Юля, расскажите, пожалуйста, где все это можно посмотреть? Выставка, когда проходит, какие даты, какие места? Сегодня в 5 часов вечера у нас открывается выставка «Сияние севера», в которой будут представлены эти прекрасные работы. Помимо касторезного искусства у нас также будет представлена графика из фондов краеведческого и художественного музеев, из Таймырского центра творчества. И, кроме того, еще и живопись будет. Таким образом, можно посмотреть, познакомиться как вот с таким аутентичным искусством, так и с более академической традицией тех художников, которые когда-то родились на Крайнем Севере, но потом получили академическое образование, но не утратили связи с Родиной. И, таким образом, они как бы подхватили суриковскую традицию вот этого интереса к корням. Эта выставка «Сияние севера» у нас будет проходить до 28 января в рамках зимнего суриковского фестиваля. То есть весь январь практически можно приходить в музей и увидеть эту выставку? Да. А кроме того, в самых первых числах, вот завтра буквально, у нас Василий будет давать мастер-класс. Затем 2-3 января прекрасный якутский касторез, заслуженный художник РСФСР, народный художник Республики Якутия Саха Фёдор Иванович Марков. Это очень высокого уровня мастер. Он будет давать свои мастер-классы 2-3 января в час дня. Ну и далее у нас ещё тоже есть несколько мастер-классов. Вот мастер-класс, кстати, можешь посетить и научишься. Так что посадите. Василий, мы знаем, что на Варгане можно ещё и весёлые новогодние песни играть. Покажите, как это сделать. А можно ли? Я вот не знаю, например, Василий, можно или нет? Или это такая успокаивающая музыка, которая только на медитацию настраивает? Ну, вообще можно, конечно, и на медитацию делать. Но в основном музыка Баргана посвящается рождению. Рождение ребёнка посвящается мелодии. Рождение новой семьи. Вот сейчас рождение Нового года будет. Правильно, да, говорите. Рождение Нового года, то есть мелодия, которая, в принципе, посвящается следующим нашим Новым годам. С Новым годом! Хотелось сейчас крикнуть и хлопушку какую-нибудь взорвать. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Василий Богатай, мастер декоративно-прикладного искусства и ещё и мастерски играет на Варгане. И Юлия Питунина, главный хранитель музея имени Бориса Ряузова. Спасибо вам большое. Спасибо за такую выставку. Очень интересно обязательно посоветить. Спасибо. 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 Спасибо.